друзья с вами denis geek и вы на канале клуба arduino и сегодня в данном видео я и мой эксперт по материалам для укладки проводов расскажем вам как же и чем лучше всего раундить укладывать заделывать стягивать провода и собственно я этими способами пользуюсь сам и начну я наверное из самого простого тематика будет сегодня не чисто про станки а в общем то есть это не только в 3d принтерах можно в станках компьютерная техника да и просто в прокладке проводов значит один из самых моих любимых и вообще бесплатных вариантов это собственно вот такая вот тесьма выглядит она весьма хорошо как вы видите это тесьма нарезана примерно где-то пол сантиметра на бутылка рези у меня видео есть на канале если вы покопаетесь чё там копаться я добавлю в ссылочке тесьма нарезана из пластиковой бутылки она ее основные плюсы то что она достается вам бесплатно единственное что вам нужно это лезвие от канцелярского ножа да и бутылки пластиковые и она отлично кстати держит форму если ее завить правильно либо же просто обвить и в конце затянуть и хомутом стяжкой и так далее еще ее любит мой эксперт помимо этого и она долговечна она не умирает на солнце практически то есть и вот эта штуковина имеет эффект усадки то есть если вы ее нагрейте она затянется это очень классный способ я тоже сам таким пользуюсь в особенности там где это удобно в 3d принтерах ходовые провода затягивать то есть и так далее очень классная штука вторая второй способ это гофра с электромагазина они есть под разные диаметры она довольно таки гибкая благодаря своей структуре довольно таки прочная но она имеет свойство при большой нагрузке сминаться потому что у нее задан круг в центре она идет кольцами то есть протягивается обычно она с помощью прутка который идет внутри нее то есть вы затянули кабеля зажали и со второй стороны тяните прутком я себе такой гофры тоже купил и частенько пользуюсь в основном такая гофра используется для прокладки проводов 220 но я ее применяю также и в других различных там подделках если нужно что-то заделать допустим тоже она смотрится красиво легко одевается а самое главное она недорогая то есть мне вот этот вот весь моток в 10 метров обошелся что-то в районе доллара может быть даже меньше то есть она очень недорогая и еще одна интересная штуковина но это уже из дорогих вариантов это печатный вариант я кстати для интересующихся и любителей добавлю ссылочку и на вот эту штуку на сингверс где я брал макет для распечатки этого гибкого корда такие в основном используются для чпу чтобы красиво уложить провода вы видите как все классно получается и чтобы вся эта конструкция естественно не сминалась то есть это будет постоянно в движении и этот гибкий корд во первых он добавляет жесткости чуть-чуть по то есть вы видите да в одну сторону он гнется в другую нет и также на ребре у нас получается что он не из не уходит никуда а сам корд двигается то есть очень классная штука если его допустим даже но не только можно в горизонтальном но и вертикальном положении использовать то есть вот такой вот ход у нас есть и есть также вот такой то есть классная штуковина это все этот весь скелет так называемый хребет состоит из отдельных частей которые печатаются на принтере и составлять то есть наверное одна из самых классных штук и очень долговечных и кстати многим может показаться что это штуковина будет сильно шарудеть при работе чпу но если это все будет происходить не очень быстро но конечно шелест будет но не настолько сильный я еще видел варианты когда делают такую корду из деревянных из фанеры то есть тоже режется на станке и этот корт соединяется вот он шумит намного сильнее в общем друзья вот такими вот и небольшими но не лайфхаками в общем интересными вариантами для раундинга и заделки проводов поделился с вами кстати если еще кто-то знает интересные варианты гибких корда вот таких вот можете оставлять комментарии на ю тубе возможно я возьму на вооружение ваш способ в общем друзья спасибо с вами был денис гиг спасибо за внимание и мой эксперт который уже пытаются утащить что-то в общем до новых встреч скоро будет новое видео пока пока и кстати не забывайте ставить лайки и подписываться на канал потому что это помогает развитию всех моих проектов и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok